Музыка Самым ярким событием ушедшей недели, конечно же, был флешмоб на горе Таратау в минувшее воскресенье. Честно говоря, мало кто был готов к этому событию и не очень оно афишировалось, хотя и не держалась в тайне подготовка к этому мероприятию. В 20-ти градусный мороз вокруг горы Таратау выстроилась цепь, достаточно длинная. Время, количество людей, честно говоря, меня поразило, потому что пришедшие на это мероприятие более 500 человек для Башкирии, для сельской местности, для места, куда нужно было доехать специально, да еще и в 20 градусов мороза. Это феноменально много. Люди, в принципе, конечно, готовились к мероприятию и понимали, что случится. Я имею в виду некую опасность каких-то силовых воздействий со стороны и правоохранительных органов, и прочих заинтересованных. Не было никаких плакатов, не было дано никакого повода к задержанию людей и к воздействию на них. И, в общем, все прошло тихо, мирно. Поражает масштаб мероприятия, поражает то, что это абсолютно стопроцентная самоорганизация. То есть никаких лидеров особых, которые собирали, обзванивали, договаривались, назначали старших, крайних, звеньевых и прочих, не было. Это доподлинно известно. Очень неплохо это все вошло в информационную повестку и региона, и, в общем-то, федеральную тоже. И вот, собственно, повторюсь, для меня, например, это было неожиданностью, потому что я как-то немножко упустил момент, когда прошла информация о подготовке этого мероприятия. И даже меня некоторые из его участников упрекали в том, что я не приехал. Но, извините, я узнал об этом событии в ночь на воскресенье. Я бы приехал, на самом деле, конечно. Сразу же после флешмоба на горе Таратау пошли разговоры о проплаченности участников. Это понятно, это теперь традиционно. У нас, пожалуй, могут теперь обвинять в проплаченности вообще любые явления, включая атмосферное. То есть, если завтра пойдет неугодный дождик или снег в каком-нибудь районе или, не дай бог, над горой Таратау, наверное, будет высказано предположение о том, что это, конечно же, все оплачено, проплачено, и это все не по-настоящему. Из событий, связанных с борьбой за защиту и за отстаивание существования горы Таратау, отмечу, что на прошедшей же неделе вышел пост информации у крупного известного в России блогера Варламова. На ту же самую тему в своей обычной стилистике Варламов с легкоматерным стилем изложил историю того, что покушаются на гору в Башкирии и как ее отстаивают сторонники, и даже изложил некую научную подоплеку ценности этого геологического, археологического и так далее объекта. Собственно, реакция властей в Башкирии была абсолютно аналогичной. Варламов у нас тоже записан в платные блогеры и продажные журналисты. На самом деле это все становится смешно именно потому, что доведено до абсурда. Те, кто занимаются и те, кто проводят подобную информационную политику, к сожалению, не знают меры и не понимают, что любой процесс можно довести до абсурда, и он перестает быть правдоподобным совершенно. То есть вот сейчас мы примерно это же все и наблюдаем, потому что оплатить там хаотично собравшуюся толпу, оплатить там какого-то совершенно московского блогера, кто платит, почему платит, наши загадочные власти все еще не рассказывают нам, но, видимо, они оставили на потом вот этот вот самый главный вопрос. То есть кто, собственно, интересант, кто плательщик вообще, кто платит огромные деньги Варламову и, собственно, огромные деньги гигантскому количеству людей, собирающимся в 20-ти градусный мороз, на прогулку в сельской местности. Отмечу, конечно же, и обращение Руслана Нурдинова, жителя Чикмагуша, открытое письмо радио Хабирову. Вообще вот этот вот жанр открытых писем как-то тут забыт в последнее время. Раньше это было очень модно, популярно и достаточно часто случалось, а сейчас вот как-то поутихло, и вот тем более это письмо как-то наделало много шуму. Как ни странно, никому неизвестный, как он себя называет, общественный деятель Руслан Нурдинов из города Чикмагуша действительно успешно ворвался в информационную повестку региона. Все обсуждают и пересылают друг у друга это письмо. Я в определенный момент сначала думал даже, что это шутка вообще. Ну, то есть и сам текст, и автор не существует и так далее. Какая-то такая шутка-провокация нет. Человек реально существующий. Журналисты, мне лично знакомые люди, доподлинно проверили существование, даже побеседовали с Русланом Нурдиновым. Бросается в глаза то, что письмо написано абсолютно отчаянным языком. Абсолютно без какого-либо пафоса, придыхания и чинопочитания. Это именно то, что отличает Хабирова от его предшественников. Его позиция в пространстве, в обществе, в глазах населения. Это то, что достаточно большое количество людей в республике не восприняло Хабирова как величину власти. И вот именно подобное отношение, иногда граничащее даже с панибратством, что на самом деле не так уж и здорово, оно передает вот эту степень небрежения, которое, в общем-то, присутствует в отношениях Хабирова в определенных кругах общества. Но в целом, конечно, это письмо достаточно смелое, достаточно резкое, очень конкретное, чем, собственно, видимо, и зацепило большой круг читателей и понравилось многим. Возвращаясь к флешмобу, который прошел на горе Таратау 15 декабря, отмечу, что необычным, наверное, смотрится на фоне такой массовости и внезапности события полное отсутствие силовиков в кадрах, полное отсутствие какого-то воздействия на активистов и рядовых участников мероприятия, то есть вообще отсутствие полиции и так далее. Отчасти это объясняется тем, что внутри полиции, внутри и руководства МВД, и рядового состава, конечно, зреет такое глухое недовольство вот этому напору со стороны властей республики в части там найдите, накажите, поймайте, расследуйте, проверьте, выявите. Рядовой состав, конечно, отчаянно не понимает, чего от них хотят, то есть и за что нужно наказывать людей, которые мирно, без оружия и даже без плакатов гуляют вокруг горы, которые им нравятся. Руководство силовых структур понимает всю необоснованность этих требований в том смысле, что это просто тупо незаконно. Но, тем не менее, конечно, пока вот это вот перетягивание каната происходит, я очень рассчитываю на то, что силовики сохранят разум, ум, честь и совесть, как говорится, и не пойдут на поводу тех, кто требует от них исполнения внезаконных действий в угоду их там каким-то экономическим, в конце концов, интересам. Как известно, 20-й год, наступающий буквально через пару недель, объявлен Радием Хабировым не только годом заборчиков, поребриков и эстетики дворовых территорий, но еще и годом башкирского языка. Это как-то внезапно случилось под конец 2019 года. Идея, прямо скажем, совершенно не новая, но ладно. Так вот, я не знаю, с чем связаны события, которые случились в мэрии Уфы, но, возможно, это связано именно с тем, что 20-й год объявлен годом башкирского языка. И нового пристойного объяснения тому, что на прошедшей неделе доклад о ходе транспортной реформы в мэрии Уфы был зачитан исключительно на башкирском языке. Я не владею этим языком в должной степени и не могу оценивать уровень и степень грамотности этого доклада, однако люди, которые хорошо владеют башкирским языком, являются его носителями и понимают его доподлинно, говорят о том, что доклад был сделан, конечно, совершенно корявым языком, с огромным количеством грамматических ошибок. И вот именно это наводит на мысль о том, что либо кто-то очень хотел сделать приятное дорогому Радию Фаритовичу, причем, прямо скажем, очень уж издалека сделать приятное. Не думаю, что Хабиров внимательно отслеживает содержание и форму подачи докладов на оперативках в муниципалитетах, либо здесь была какая-то отчальная и, на мой взгляд, даже хулиганская попытка зашифровать текст доклада. Дело в том, что подавляющее большинство людей, которые воспринимали его очно, конечно же, не владели башкирским языком. К сожалению, уровень владения национальным языком на территории Башкортостана достаточно низкий, и он снижается к, в общем-то, тревоге тех, кто и отстаивает, и занимается развитием и сохранением башкирского языка. Я ни в коей мере не считаю, что это недопустимый факт, то, что произошел доклад на башкирском языке и так далее. Я считаю, что если уж так случилось, то это должен быть грамотный язык в первую очередь. Человек должен быть, если не носителем этого языка, то владеть им в совершенстве, потому что он выступает публично. Ну и, в принципе, для соблюдения баланса и прав всех, кто воспринимает эту информацию очно и заочно, конечно же, доклад должен читаться дважды, то есть на башкирском и на русском языке. Вот тогда это будет полная гармония. А то, что случилось в Уфимской мэрии, это, конечно, отчасти профанация, на мой взгляд, отчасти какая-то нелепая попытка угодить начальству. Еще одна заметная и, на мой взгляд, самая скандальная история, которая приключилась на прошедшей неделе, это история о том, как Хабиров внезапно пообещал вознаграждение тем, кто будет доносить на людей, незаконно торгующих алкоголем, фальсифицированным алкоголем, либо алкоголем без лицензии, без акцизных марок и так далее. Прямо скажем, весьма спорная инициатива, прямо скажем, не новая идея и вообще история со стукачеством в России это всегда проигрышная история. Не думаю, что в далеких деревнях, где источником алкоголя являются две бабушки-самогонщицы, живущие по двум краям деревень, они как бы станут предметом доносительства, хотя бы потому, что подавляющее большинство жителей деревни пользуются плодами их труда. Но, тем не менее, такая инициатива со стороны Хабирова прозвучала. Во многом, конечно, это предложение характеризует его самого. Это в первую очередь. Я уверен, что, конечно же, наверное, эта история в массе своей не сработает, если вывести за скобки внутривидовую борьбу самих бутлегеров. Ну, в целом, конечно, это достаточно такая наивная попытка найти себе какую-то опору в население вот в этой вот его какой-то странной борьбе, в этом его крестовом походе против пьянства и алкоголизма в Республике Башкортостан. В прошлый воскресный выпуск я обещал огласить мотивировочную часть решения суда в отношении Гайсины. Я имею в виду наш с ней суд, который она проиграла в Верховном суде, но, к сожалению, в минувшую неделю Верховный суд не успел изготовить еще мотивировочную часть этого решения. Не знаю, в чем там дело. Может быть, предновогодняя загрузка, может быть, нужно очень долго и тщательно подбирать слова. Я почему заостряю внимание на том, что это важно, потому что именно мотивировочная часть нам даст понимание того, насколько суд признал участие госпожи Гайсиной в выборах главы Республики Башкортостан фейковыми и недостоверными. То есть, пока мы не получим эту бумагу на руки, мы не будем пока объявлять об этом. Но как только мы ее получим, мы с определенной долей уверенности и в полном праве на основании решения суда об этом поговорим. Тем не менее, пока суть до дела, вокруг Зульфии Гайсиной происходят всевозможные события, появляются дополнительные информации. Я очень благодарен тем, кто нам ее присылает. В частности, стало известно, что на фоне этого загадочного банкротства, персонального банкротства Зульфии Гайсиной, на фоне того, что она в предыдущий год задекларировала два с лишним миллиона доходов, на фоне наличия автомобиля, квартиры в Сипаилово, дома в Карпово, который по разным данным принадлежит или ей, или ее бывшему мужу, или на пару ее бывшему мужу и их общему ребенку, там есть варианты. В общем, на фоне этого достаточно серьезного количества имущества внезапно случается банкротство, которое сейчас у нее продолжается. И именно это сподвигло нас посмотреть на ее взаимоотношения со службой судебных приставов, и вот там мы нашли совершенно фантастическую историю. Помимо того, что у госпожи Гайсиной достаточно длинный список претензий со стороны Федеральной службы судебных приставов, я имею в виду исполнительных листов на самые разные суммы и по разным поводам, в том числе за должность физическим лицам, за должность за неуплаченные госпошлины, за должности по налогам и так далее. Всю эту информацию мы сохранили на случай, если вдруг мадам Гайсина возмутится о ее недостоверности. Так вот, в числе этих исполнительных листов я обнаруживаю два исполнительных листа, которые поступают в службу судебных приставов, причем речь идет об оплате государственной пошлины, которую Зульфия Гайсина не выплатила. И потом, в течение трех месяцев, эти исполнительные листы обнуляются. Вот те, кто попадал в неприятную историю с задолженностью перед государством, знают, с какой дотошностью судебные приставы извлекают эти долги из населения, как долго это может длиться. То есть люди выходят, судебные приставы выходят, доходят до конфискации имущества и прочих вещей. В случае с Гайсиной случилось чудо. В течение трех месяцев судебные приставы обнуляют, закрывают эти претензии. Внимание по какой причине? По причине того, что они не смогли найти должника. Ну, я вас умоляю, весь предыдущий год, вот этот вот еще истекающий год, мадам Гайсина у нас не сходила с арены цирка и экранов телевизоров. Она была кандидатом в главу Республики Башкортостан. Не то чтобы ее адрес, а ее ежеминутное местонахождение было известно очень многим людям. Но судебные приставы Республики Башкортостан не справились с задачей. Так вот, я делаю почти официальное заявление. Если у службы судебных приставов Республики возникнет проблема в дальнейшем с обнаружением мадам Гайсиной в пространстве, обращайтесь, мы вам подскажем, например, ближайшую дату заседания Совета по правам человека. При главе Республики Башкортостан, где Зульфия Гайсина числится аж ответственным секретарем. И вот там, прямо в колонном зале Минзелесхоза, судебные приставы могут взять, как говорится, Гайсину тепленькой и побеседовать с ней на предмет невыплаты всевозможных задолженностей, в том числе перед бюджетом. Переходим к обещанному обзору долевого строительства Республики Башкортостан за 2019 год, а вернее к тому, как решалась проблема огромного количества обманутых дольщиков в минувшем году. Напомню, что по разным оценкам от 8 до 10 тысяч человек договоров долевого строительства попали в зону риска, попали в зону обманутых дольщиков. Около 8 тысяч человек официально признаны обманутыми дольщиками по реестру. В общем, это достаточно большое количество людей, учитывая то, что это не один человек, а всегда это семья. И по разным оценкам от 20 до 35 тысяч человек вовлечены в эту проблему. И проблема эта острая, большая и серьезная. Соответственно, достойно того, чтобы к ней серьезно относиться. В 2019 году правительством Республики Башкортостан действительно предпринимались попытки решения этой проблемы. И на примере основных, обозначенных в предыдущей передаче объектов, мы посмотрим, каким образом это решалось на каждом конкретном объекте. Начнем с крупных, любимых объектов, объектов, которым мы уделяли повышенное внимание на протяжении и предыдущего года, и истекающего года. Начнем с Серебряного ручья. Действительно, вчера, позавчера, буквально на днях, было получено заключение о соответствии дома номер 9, и дом номер 9 сдается жильцам. Это, в общем-то, уже дежурное новогоднее достижение жилого комплекса Серебряный ручей. Напомню, что в декабре 2018 года был с боем и буквально под бой курантов сдан дом номер 7. Теперь эта же история произошла с домом номер 9. Я поздравляю всех тех, кто получит, наконец, долгожданные ключи в этом доме. Конечно же, не сдался 10 дом к 20 декабря, как было обещано, но, судя по всему, там тоже дело движется к финалу. 10 дом в Серебряном ручье, по моим оценкам, будет сдан где-то к середине февраля, наверное, уже точно. И вот дальше начинаются вопросы и проблемы. Остальные дома этого жилого комплекса находятся в значительно меньшей степени готовности, чем были 9 и 10 дома, которые были уже полностью практически готовы, там 90 плюс процентов готовности в течение этого года. Суммы денег, которые требуются на достройку 11, 13, 8 домов в Серебряном ручье, существенно большие, чем деньги, которые потребовались на достройку 9 и 10 домов. И вот здесь проблема на самом деле остается и весьма серьезная. Дело в том, что вот эта блестящая бизнес-идея Хабирова поменяться с застройщиками Серебряного ручья деньги на бизнес-центр, вот эта схема с бизнес-центром Салават Юлаев, она так и не была реализована. Доподлинно неизвестна причина, почему эта схема не сработала. Практически год ей занимались. Хабиров в присущей ему манере заявил о том, что вопрос решен и мы придумали, а дальше начались, как говорят, непонятки. Здесь препятствием был, конечно, и Минфин, который весьма скептически отнесся к этой идее взять и выкупить за деньги у частного собственника вот этот вот объект, который не очень здорово ложился в логику государственную, то есть, ну, говоря простым языком, зачем государство покупает бизнес-центр. Вот это пока, видимо, не удалось объяснить Минфину, и Минфин там слегка трепыхается и против. Ну, и вообще внутри всей вот этой системы строительного блока, строительных ведомств существует какое-то очевидное и достаточно могущественное лобби, которое препятствует реализации идеи Радио Фаритовича по вот подобному развязыванию этой проблемы. В общем, факт остается фактом. Вопросы большие к способу достройки оставшихся домов в Серебряном ручье – это огромное количество договоров долевого строительства. Впрочем, на следующий стройчас, который пройдет 23 декабря, заявлена там какая-то интрига о том, что вот в ближайший стройчас будет рассказано о каком-то новом решении, которое подготовлено в отношении крупных объектов долевого строительства. Ну, осталось ждать совсем немного, подождем, посмотрим. Теперь Миловский парк. Самый крупный в республике объект проблемного долевого строительства. Напомню, это самый скандальный, самый многострадальный, наверное, из больших объектов. Порядка двух тысяч договоров долевого строительства. Огромное количество социальной ипотеки людей, получивших там вот эти договора по программам жилье для российской семьи и так далее. Комплекс, который практически сразу начал уходить вот в этот штопор проблемности. Что произошло в Миловском парке в минувший год? По факту, было сдано пять домов. Действительно сдано. Правда, конечно, сданы они были не совсем в том виде, в каком было обещано или, по крайней мере, зафиксировано в договорах. Сданные дома по договорам долевого строительства и квартиры в этих домах должны были быть в чистовой отделке. А люди получили ее только получистовую, а иногда и вообще черновую. Ну, то есть, там какая-то очень такая не до конца выясненная грань между получистовой и, значит, вот этой нечистовой отделкой. Но, судя по всему, никто не роптал, потому что, ну, это и так случилось с счастьем. Хотя, конечно, с точки зрения денег и затрат, которые понесут собственники квартир, ну, при дальнейшем ремонте, это, конечно, очень разные вещи. Ну, ладно, пять домов сданы, там что-то переиграли с фасадами, очень торопились. Часть из них сдавались в сентябре, там, и были приурочены к выборам. То есть, все это, конечно, нагнеталось и делалось, но самым важным моментом, который случился в Миловском парке в минувшем году, это то, что были, по крайней мере, формально выданы ключи жителям 11-14 кварталов, то есть, людям, которые должны были бы быть жителями этих кварталов. И это те самые кварталы, которые стоят на уровне фундаментов, которые, как показала экспертиза, уже непригодны для строительства. 391 дольщик в Миловском парке получили ключи, или, по крайней мере, формально их получили. Почему формально? Потому что только 90 человек из них покупали квартиры за деньги, за живые, и они смогли оформить право собственности в Росреестре, и в них, как бы, ну, более или менее нормально. Напомню, что эти ключи выдавались в ЖК «Молодежный». По той стороне и пока еще до конца не выясненной схеме, то есть, оснований мы так и не нашли для того, чтобы передать вот эти ключи. Там очень сложная система договоров, там трехсторонних и более сторонних. Ну, ладно. Так вот, проблема возникла с тем, что у подавляющего большинства, то есть, из 391 квартиры у 301 квартиры проблема возникла с ипотекой. Эти люди покупали квартиры в Миловском парке по ипотеке. В банке, естественно, есть предмет залога квартира в Миловском парке определенного метража определенной стоимости, и вдруг людям передают квартиры в молодежном. В подавляющем большинстве в этих квартирах не сошелся метраж, то есть, где-то там плюс-минус один-два метра, а это очень важно для документов, и, соответственно, люди не могут оформить в Росреестре право собственности. Я надеюсь, что эта проблема решаемая. Каким-то образом надеюсь, что банки пойдут навстречу и перезаключат вот эти вот ипотечные договора, иначе эта проблема станет каким-то тупиком. Но надо отметить, что 391 квартира и 5 домов, которые были сданы мучительно, но были сданы в 2019 году, это примерно 11% Миловского парка, то есть, 89% обязательств в этом объекте так и остаются невыполненными. Перспектива совершенно непонятна. Застройщик, собственник компании, которая там была застройщиком, я имею в виду господина Комлева, опять угодил под домашний арест. Он, напомню, был арестован, потом выпущен, потом снова арестован. Там еще была какая-то странная непонятная история с дракой этого Комлева с кем-то или его там сотоварищей. Ну, в общем, дело уголовное идет ни шатка, ни валка. Судя по всему, какого-то итога оно иметь не будет. Оно, по-моему, носит исключительно терапевтический характер для успокоения дольщиков. Но, тем не менее, факт остается фактом, 89% проблемы Миловского парка остаются нерешенными. Новобулгакова. Многострадальный объект, необычный объект. Объект практически за городом, малоэтажный. Семь недостроенных домов на начало 2019 года. Надо отметить, что в Новобулгакова в этом году дела шли неплохо. То есть, по крайней мере, по итогу года. Буквально на прошлой неделе были сданы еще два дома в этом объекте. Всего было сдано пять из семи недостроенных многоквартирных домов. И, в принципе, перспектива, наверное, есть. Я постараюсь каждому объекту давать тот комментарий, который можно считать, ну, там, не знаю, каким-то рецептом на будущее. Вот в части Новобулгакова я думаю, что просто новая компания, которая пришла достраивать этот объект, компания-система, должна всерьез и основательно проработать финансовую схему. Потому что опять начались разговоры о том, что не хватает денег, оставшиеся два дома нужно достроить. Еще в Новобулгаково осталось несколько так называемых фундаментов. Это дома, заложенные на уровне фундамента и недостроенные. Но там не проданы все квартиры. Есть еще одна проблема. Это дом, который оказался в охранной зоне. Предыдущий застройщик был настолько обеспечен, что запроектировал и даже начал строить дом в охранной зоне газопровода. За год, к сожалению, проблема с газопроводом не была решена. Хотя собственник газопровода вполне себе благорасположен пересматривать эту охранную зону и там предпринимать всякие меры для того, чтобы решить эту проблему. Однако госстрой так и не удосужился это сделать. Ну и еще есть там некоторое количество таунхаусов и индивидуального строительства в зоне этого объекта. Ну, это уже, как говорится, мелочи. В общем, Новобулгаква – это один из наиболее благополучных объектов проблемного долевого строительства, который у нас находится в поле внимания. Менделеевский треугольник. Так уж получилось, что последнее время мы уделяем этому объекту очень много внимания. В первую очередь, по причине активности самих дольщиков и пайщиков этого объекта, они действительно феноменально активные люди, они уже, по-моему, дошли до определенной стадии понимания глубины этой проблемы, очень активно себя ведут, постоянно дают информацию о ситуации на их объекте, потому мы с удовольствием уделяем внимание вот этому страшному, многострадальному, опять же, Менделеевскому треугольнику. На мой взгляд, на этом объекте складывается феноменально необычная ситуация. Во-первых, там необычность в том, что еще более года назад, еще при Елалове, как будто бы было найдено решение этой проблемы. Муниципальное городское предприятие МУП СЗТН зашло на этот объект с целью его достраивания. Напомню, что в пользу дольщиков, пайщиков этого объекта было принято судебное решение о взыскании 70 миллионов в их пользу из городской казны за определенные зачеты и пользование инфраструктурой. Вроде бы как, вот деньги есть, вот есть застройщик, и все ура-ура и воздух чепчики бросали. И действительно, мы тогда очень радовались вместе с дольщиками и пайщиками этого объекта. Казалось, что решение было найдено, но не тут-то было. За минувший год ситуация с этим МУПом пришла в такой дикий упадок, что, ну, вообще страшно думать. Возбуждено уголовное дело на директора этого МУПа, а сейчас должностные обязанности директора исполняют, исполняющие обязанности этого МУПа, который не в полной мере, на мой взгляд, исполняет функции директора. Непонятно, что с этим долгом и город так до сих пор не удосужился оплатить эти 70 миллионов и ставит там в какую-то последнюю очередь эту выплату. Очень подозрительные вещи, на мой взгляд, происходят с землей на этом Менделеевском треугольнике, а место это очень хорошее, очень привлекательное. Как говорят застройщики, жирная земля. Это вам не окраина города, не выселки и не Шакша-9, это практически центр города. Квартиры там стоят хороших денег. Вся бурная деятельность в основном была направлена на снос малоэтажных ветхих домов на территории вот этого участка. И, судя по всему, дело идет к тому, что рядом с недостроенными секциями вот этого Менделеевского треугольника начинают и начнут возводиться новые дома, начнутся опять продажи, и опять будет воздвигнута какая-то новая стеклянная пирамида. Я имею в виду финансовая пирамида. Потому что все разговоры о том, что мы сейчас построим тут парочку домов и за счет этих домов достроим ваш вот этот вот долгострой, который длится уже 13-й год, эти разговоры наводят на печальные мысли. Есть ощущение того, что люди пытаются дважды выстроить вот эту строительную пирамиду на одном и том же объекте. Но, повторюсь, это мое ощущение, однако оно подкреплено теми фактами и событиями, которые происходят вокруг Менделеевского треугольника. Напомню, что на прошлой неделе, на предыдущей неделе, разразился скандал с приемом именно дольщиков, пайщиков Менделеевского треугольника мэром Уфы Мустафиным. 12 декабря он в достаточно изощренной форме избежал встречи с ними, но ему пришлось с ними встретиться 17 декабря. К сожалению, встреча эта была пустая, причем от слова совсем. Мустафин не дал никаких конкретных, не то чтобы обещаний, а даже предложений по решению этой проблемы, он только утверждал некоторые догмы о том, что денег нет, МУП в печальном положении, помогать МУП ему не можем, деньги, которые должен город этим дольщикам по решению суда, может быть когда-нибудь, но непонятно когда будут выплачены. Если брать реальную картину, то Мустафин ничего внятного и ободряющего дольщикам не сказал. Единственное, что отметили они на этой встрече, что он был несказанно мил, вежлив, обходителен, но на самом деле этого недостаточно для того, чтобы решать вот эту серьезную 13-летнюю проблему. Подвожу итог по Менделеевскому треугольнику. На мой взгляд, что нужно делать, как ни странно, здесь нужны очень решительные действия. Я считаю, что нужно выводить МУП с СЗТН из числа участников решения этой проблемы. Компания, фирма, организация, которая находится в состоянии бесконечных финансовых претензий, у которой нет денег, нет каких-то мощностей и прочих вещей, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно и бесполезно для решения вот этой конкретной строительной проблемы. А если уж говорить о том, что было физически сделано на этом объекте в Менделеевском треугольнике в 2019 году, то сделано было критически мало. Была залатана крыша на секции Д, чтобы она не текла. Были выдернуты окна, которые уже начали выпадать из этой секции на улицу и грозили поубивать прохожих и покалечить автомобили. Но, к сожалению, даже вставить другие окна новый подрядчик не смог, новый застройщик, потому что у него кончились деньги. То есть, ну тут налицо, конечно, абсолютно полная финансовая импотенция. И, повторюсь, на мой взгляд, от этого МУПа нужно избавляться, договора нужно расторгать и искать другую схему, другое решение, особенно на фоне того, что есть какие-то финансы, которые, ну, не дай бог, будут потрачены не по назначению. Иглино, стройиндустрия. Вообще, Иглинский район – это какая-то географическая аномалия в плане долевого строительства. Понятно, что это пригородный район Уфы, хорошая земля, хорошая доступность. Может быть, в этом причина, но Иглинский район насыщен объектами проблемного долевого строительства. В том числе, вот эта стройиндустрия. Это удивительный объект в том смысле, что уже третья экспертиза признает дома, которые недостроены в рамках этого строительного проекта, признает непригодными для жилья и, в общем-то, пригодными только для сноса. Дольщики стройиндустрии, к своему счастью, попали в программу компенсации и выплат по фонду Дом.РФ. Дольщики стройиндустрии стоят первыми в списке очереди выплаты по республике Башкортостан. И, казалось бы, ура, ура, люди хотя бы вернут свои деньги, которые вложили в эту историю, и, может быть, пойдут что-нибудь купят себе другое или начнут там индивидуальное строительство. Но нет. Схема выплаты по вот этой вот программе Дом.РФ выглядит следующим образом. 88% суммы выплачивает федеральный бюджет, 12% суммы выплачивает региональный бюджет того региона, где находится этот проблемный объект. Ну, достаточно такая мягкая схема. Федералы берут на себя абсолютное большинство нагрузки. Вот 12% должен дать регион. У госстроя республики Башкортостан, я имею в виду ведомство, сейчас на счетах есть требуемая сумма для начала этого процесса. Однако, те 175 миллионов, которые находятся на счетах госстроя, не попадают вот в общую эту копилку, в общий котел. Система Дом.РФ и федеральные деньги тоже не поступают, значит, на выплату дольщикам стройиндустрии. В чем здесь проблема, я не понимаю. То есть, какая здесь рекомендация? Абсолютно однозначная. Нужен там волшебный пендель в сторону госстроя, нужно там две подписи на платежки, и, в общем-то, проблема стройиндустрии так или иначе будет решена. Но, увы, она не решена в 2019 году. Судя по всему, не будет решена в ближайшие две недели. И в Новый год дольщики стройиндустрии уйдут в том же состоянии, в котором они пребывали весь этот год. То есть, по этому объекту мы констатируем только то, что способ решения проблемы был найден, причем найден не региональными властями, а федеральными, но, однако, решение не было воплощено. Очень странная ситуация, я не понимаю, в чем проблема. Еще один объект в Аглино, Башел-СТК. Здесь информация, к сожалению, печальная. Начали мы с Веселого, идем, видимо, в сторону Невеселого. Башел-СТК и Глино ничего за год не изменилось. Были обещания передать объект СУ-10 господину Мансурову. Судя по всему, Мансуров каким-то образом увернулся от этой тяжкой обязанности или все еще думает о том, брать или не брать этот объект на достройку. Смена арбитражного управляющего Башел-СТК существенно ситуацию не изменила. Какие-то документы были поданы в фонд, какие до конца неизвестны, и к чему это приведет, тоже непонятно. В общем, выход здесь, наверное, видится один-единственный. Нужно срочно искать нового застройщика, а самое главное, нужно искать для него мотивацию. Баш-Инвест-Дом. Тоже изменений за год никаких. Тоже обещано передать ПСК-6, но ПСК-6 не горит желанием. Какие-то мутные разговоры о том, что, может быть, мы заберем только литер-13, а остальное нет. Да еще тут какие-то схемы по компенсационному участку, которые тоже не свершились в этом году. Хотя разговоров было много. Вокруг компенсационного участка густо-густо начали виться Листкова и Гайсины. Все дело в том, что интерес Гайсины и Листкова вызвала интересная дельта. Кадастровая стоимость компенсационного участка составляет 197 миллионов, а сумма достройки составляет 165 миллионов. И вот эта разница в 32 миллиона мгновенно вызвала бурный интерес вот этих вот общественных деятелей, пекущихся за благо обманутых дольщиков. И Гайсины и Листкова начали очень плотно, малыми кругами ходить вокруг ситуации. Но, тем не менее, вокруг Башинвестдума в 2019 году ничего, по сути, не изменилось. Объект стоит в 33-м в очереди на достройку. Наверное, дает мало шансов на скорейшее разрешение этой проблемы. Банкротство застройщика застопорилось в связи со смертью арбитражного управляющего процессуально или технически. Я еще не знаю, какой здесь может быть выход. Выход здесь, наверное, один. Надо перестать манипулировать земельными участками. Нужно внести ясность в компенсацию для нового застройщика. Если уж ПСК-6 хотя бы рассматривает возможность достраивания этого объекта, срочно решить проблему с этим компенсационным участком, отстранить от этого процесса Мадам Гайсину и Листкову, чтобы, не дай бог, там опять что-нибудь не случилось с этими дельтами и разницами цены, и, в общем, начинать строить. То есть сейчас по Башинвестдуму все заклинило и не работает. СК «Квартал». По этому объекту есть, на самом деле, немного информации, но по словам дольщиков и участников этого проекта, очевидное препятствие наблюдается со стороны представителей застройщика банкротным процессом. Проблемы с передачей документов для анализа арбитражному управляющему. Застройщик в этом случае всячески препятствует банкротству. Но пикантной подробностью по этому объекту является то, что Радий Фаридович Хабиров озвучил, что с 30 июля 2019 года проблема начнет решаться и будет решена, и в ближайшие сроки и так далее. Однако ничего такого не случилось, и прошло с тех пор почти полгода. Забавно, что чиновники от строительства и администрации прокомментировали слова своего начальства так, что, дескать, глава погорячился, и все это совсем не так. Не знаю, погорячился Хабиров или просто не разобрался, а может быть кто-то из этих чиновников не до конца полностью и добросовестно исполняет свои обязанности. Но по СК-квартал абсолютный штиль и бездействие происходит. Как выход здесь видится? Наведение порядка с банкротством. Надо как-то вмешаться в ситуацию, когда застройщик столь существенно влияет на темпы процессов внутри банкротства. Ну и надо искать инвестора, искать мотивацию для него и достраивать этот объект. Дуслык строй. Это один из самых несчастных объектов и один из самых древних объектов долгостроя. 12 лет объекту. Объект маленький, может быть потому и брошенный. Все события, которые происходили в 2019 году вокруг этого объекта, свелись к тому, что дольщики и участники этого долевого строительства мучительно и отчаянно боролись со своим собственным застройщиком, который пытался переписать на себя 99 квартир в этом доме. Пока это не удалось, к счастью. Все сводится к каким-то судебным тяжбам. Поэтому участие Государственного комитета по строительству либо фонда Дом.РФ в этом объекте не наблюдается совершенно. Печальная картина. Здесь хотелось бы порекомендовать и дать какой-то совет не пренебрегать малыми объектами вот этого проблемного долевого строительства. Если на объекте не тысячи дольщиков, это не значит, что люди не страдают, не значит, что не ущемлены их интересы. Госстрой и Дом.РФ и вся наша власть, которая причастна к решению этой проблемы, обязаны обратить внимание и на малые проблемные долевые объекты и людей, которые там страдают. Цветы Башкирии. Еще один объект в достаточно длинной, почти бесконечной череде проблемных объектов долевого строительства по республике, на котором в минувший год не произошло ничего. Три дома из пяти находятся в стадии отделки, два находятся в более ранних стадиях отделки. По первоначальному плану объект должен был быть завершен в 2015 году. Помним все эти скандалы с приездом Миронова, с попыткой застройщика превратиться в политического деятеля и баллотироваться от партии «Справедливая Россия» и прочее-прочее безобразие. Работы особенно на объекте не ведутся. Ведутся какие-то косметические работы по благоустройству и устройству тротуаров. Так и не появилась техническая документация на инженерные сети и вообще непонятно, к чему будет подключен этот объект. Напомню, что там весьма такая смутная кривая схема была по проектированию этого объекта, а потом юридическая форма и застройщика, и кооперативов многократно менялась. И все это привело к тому, что совершенно непонятно, кто к чему что будет подключать. Изначально не были заложены там многие мощности по канализации и энергетике. В общем, уголовное дело по этому объекту существует, как и на многих объектах, но тоже идет ни шатка, ни валка. Господин Абызов, застройщик этого объекта, все еще на свободе и, как говорится, не особенно страдает от всех этих преследований силовиков. Дольщики, впрочем, признаны потерпевшими по уголовному делу. В общем, сменилось пять арбитражных управляющих. Конечно, этот объект производит впечатление полного упадка в плане решения проблемы долевого строительства. Как рецепт здесь можно посоветовать следствию, в первую очередь, правоохранительным органам интенсивнее заняться этим делом и все-таки начать немножко работать с господином Абызовым. Надо искать параллельно деньги. И, видимо, параллельно нужно искать какое-то компромиссное решение с коммуникациями. Возможно, соседний объект архстроинвестиций, который более благополучен и, в принципе, все у них там порядки со строительством, пойдет навстречу, поможет соседям или, не знаю, в трудную минуту. Ну, то есть найти какое-то смежное решение по коммуникациям, который не ляжет тяжким временем на дольщиков, которые и так уже поистратились на эти квартиры. И, собственно, многие из них уже почти выплатили ипотеку по своим квартирам. В общем, в цветах башкирии все плохо. Помимо тех объектов, которые мы огласили в своей предыдущей передаче, я имею в виду список из 10 объектов, по которым мы собирали информацию, я, кстати говоря, очень благодарен за активность, которую проявили дольщики этих объектов. Прямо вот, ну, буквально в первые же дни недели, на что я совсем не рассчитывал, целый шквал писем, звонков, сообщений по всем каналам обрушился на нас. Мы получили достаточно качественную и полноценную информацию по всем объектам. Но кроме этого списка мое внимание привлек еще один объект – ООО «Самострой». Ну, вот это говорящее само за себя название, конечно, само по себе смешное. Ну, ладно, неважно, как говорится. Хотя, как вы лодку назовете, так она и поплывет. В итоге ООО «Самострой» попадает в зону проблемного долевого строительства. И, по сути-то, там ничего не изменилось. За 2019 год там ничего не построилось, ничего не случилось и ничего не происходило. Но в конце года в этом застройщике, в процессах этого строительства появляется, кто бы вы думали, господин Зайнулин, член Совета по правам человека, ближайший дружище Радия Фаридовича Хабирова. Человек и пароход Динар Зайнулин заявляет о своих интересах на этом строительном объекте. Честно говоря, я не понял, что произошло. Мне звонят дольщики, обеспокоенные, начинают спрашивать. Они тоже читают интернет и прекрасно себе понимают, кто такой Динар Зайнулин. Ну, в последнюю очередь, на самом деле, Динар Зайнулин – это строитель. Начнем хотя бы с этого. Я, честно говоря, растерялся. Я там навел справки, посмотрел. Да, действительно, Динар Зайнулин, судя по всему, становится директором компании, которая, в свою очередь, является учредителем о самострой и фактически приходит к рулю вот этой всей странной проблемной истории со стройкой. Прекрасно понимаю, что из себя представляет господин Зайнулин. Прекрасно понимаю плоды его трудов и моды с операнди его в прошлом. Я тоже, как и дольщики, обеспокоен этим фактом. А кроме этого всего прочего, я обеспокоен тем, что все больше и больше число членов Совета по правам человека при главе Республики Башхартостан увлеклись вовсе не защитой прав человека, а увлеклись долевым строительством и строительством вообще. Судя по всему, лавры мадам Гайсиной не дают покоя многим членам Совета по правам человека, особенно тем, чье материальное положение, прямо скажем так, не блестящее. Соответственно, люди видят сейчас в этой лазейке, в этой возможности, в этой близости к власти некий шанс на реализацию собственных интересов. И вот они там правдами и неправдами так и эдак вдруг превращаются в строителей и застройщиков. На самом деле, конечно, это очень плохая история в том смысле, что если у нас люди по какому-то административному признаку будут приходить в подобные процессы, то, наверное, ожидать улучшения ситуации в этой сфере нельзя. А по поводу Зайнулина я даю дольщикам ООС «Самострой» один бесплатный, но, на мой взгляд, правильный совет. Внимательно следите за руками. Что будет происходить на вашем объекте, я не знаю, но у меня нехорошее предчувствие. В общем, пожалуйста, отнеситесь небезразлично к появлению этого персонажа в числе людей, которые так или иначе будут относиться к вашему объекту. Конечно же, список тех объектов, о которых мы поговорили сегодня, это не полный, не исчерпывающий и даже не большая часть того списка объектов, которые существуют в Республике Башкортостан. Напомню, что свыше 80 домов, многоквартирных домов долевого строительства попали вот в эту ситуацию недостроя. Из них в 2019 году было достроено достаточно мало домов, и, в общем-то, эта цифра, прямо скажем, скромная. Потому необходимо подвести итог, и итог такой системный, оценить то, насколько правильно или неправильно подошли власти к решению этой проблемы, и что же делать дальше. Я эти выводы попытаюсь построить на принципах «да-нет», чтобы уравновесить плохое, хорошее, по крайней мере, я действительно по-честному искал те позитивные моменты, которые были в этой сфере, и они действительно были. Ну, много их или мало, это уже не мне судить. Начнем по порядку. Да, процесс решения проблемы обманутых дольщиков в Республике Башкортостан запущен. Это абсолютно бесспорно. Нет, он не идет в том темпе, который бы, ну, хотелось бы, и даже не идет в том темпе, который был задекларирован первоначально. Мы помним, что Хабиров повелел там сдавать по 4 дома в месяц, и, как бы, кровь из носу, естественно, этого не произошло. Да, конечно же, в первую очередь достраиваются те дома, которые, ну, уже были в конечной стадии готовности, или которые нужно было всего лишь там подключить к коммуникациям. Ну, и это, собственно, естественно, странно было бы, если бы первым делом стали достраивать абсолютно непостроенные дома. Нет, к сожалению, власти не выработали системы мотивации для сторонних застройщиков. Это одна из главных проблем вот в этой области. Так и не найдено было не то, чтобы панацея, а даже хотя бы скромный набор из тех мотивов, которые бы привлекли сторонних застройщиков к достраиванию объектов долевого строительства. А штатные застройщики, те, которые начали стройку, по определению, как правило, банкроты. То есть вот это самая главная финансовая проблема всех объектов проблемного долевого строительства. Да, в 2020 году проблема продолжит решаться, но одновременно с этим возрастет и количество проблемных долевых объектов. На мой взгляд, на мой субъективный взгляд, и это мое субъективное суждение, проблемы возможны, и беспокойство вызывает ситуация в компании «Госстрой», в компании «Су-10», безусловно, в «Серебряном ручье», судьба оставшихся объектов, совершенно непонятно, что происходит в Миловском парке и так далее, и так далее. Еще некоторое количество застройщиков, к сожалению, пополнит список проблемных долевых объектов в 2020 году. Это абсолютно неизбежно. Нет, в абсолютном выражении количество дольщиков, которые решили проблему в 2019 году, нельзя считать существенным. К сожалению, это менее 10% от той массы, которая имеется в Республике Башкортостан. И учитывая то, что количество обманутых дольщиков в 2020 году только увеличится, по моему прогнозу, если следовать темпам, которые были заданы в 2019 году, понадобится порядка 10-12 лет на решение этой проблемы полностью. Это недопустимо долго. Никто не собирается ждать 10-12 лет, это безусловно. Люди, простите, начинают умирать, не дождавшись квартир. Есть и такие случаи. Я уж не говорю про суициды, распавшиеся семьи, обострившиеся онкологию и так далее. Все это сопутствующее явление той стрессовой ситуации, в которую попадают дольщики по определению. То есть человек, который, по сути, лишился еще не полученного жилья, это, конечно, для него трагедия, огромная психологическая нагрузка, и это нужно понимать. Ну и в завершении немного политических выводов, которые неизбежно просачиваются в эту среду. Да, в 2019 году властям Республики удалось удержать протест дольщиков. Тут и выборы, конечно, сыграли свою роль. Не случилось активного противостояния больших масс дольщиков и властей. Все еще не сформулированы обвинения в адрес непосредственно властей в их проблемах со стороны дольщиков. Но эта ситуация точно не останется в таком неподвижном состоянии, потому что люди есть люди, они делают выводы. Очень многие поняли, что их, ну, банально обманули в 2019 году, и, судя по всему, дольщики, наверное, не допустят того, чтобы их обманывали еще и в 2020 и последующих годах. Я полагаю, что все-таки по ряду объектов некие требования и претензии в адрес властей, конечно, в 2020 году будут выдвинуты, и к этому властям нужно готовиться. И последний вывод, сугубо личный и технологический. Обратите внимание, что на тех объектах, на которых процесс пошел, где более или менее успешно решаются проблемы, где достраиваются дома, категорически и абсолютно отсутствует группировка Гайсина, Листков и Ежесними. А вот на тех домах, на тех объектах, где эта группировка действует активно, интенсивно и влезает во все процессы, во все, значит, дела этих объектов, там все стоит на месте. Миловский парк, Гайсина, Листков. Все плохо. Новобулгакова, прочие, да, процессы. Я имею в виду Новобулгакова как обратный пример, потому что там не было Гайсина и Листкова, и вот там процесс пошел и вполне себе успешно. То есть, я обращаюсь, естественно, к дольщикам. Обратите на это внимание. В ваших силах допустить или не допустить эту группировку до вашего объекта, высказаться напрямую и сказать, что нам это не надо, или нам это надо, это решать вам. Но обратите внимание на эту странную и абсолютную закономерность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова